Так, продолжаем, товарищи, прием зачета. Мы в первой части установили связь с целым рядом сдающих. К сожалению, время у нас очень строго ограничено. Мы должны сообщить о том, кто и какую оценку получил, кто получил зачет, кто получил не зачет. Поэтому мы переходим к обычной нашей форме, которая состоит в том, что есть для заочников письменные работы. Эти письменные работы присланы, эти работы оценены, результаты оценки я даю. Первое я начну с товарища, которому я поставил не зачет. Из Саратова товарищ Бахтурин Вадим Вадимович прислал работу. Он еще учится в Саратовском государственной юридической академии. И говорит, что при всем уважении к советскому строю, у него называется вопрос так, диалектический метод, примененный к исследованию истории. При всем уважении к советскому строю, начиная с 60-х годов XX века, мы наблюдали искривление марксистской линии развития. Да, это правильно. Излишнюю догматизацию великих идей. Никакой догматизации не было, а была ревизия этих идей. Это прямая противоположность тому, что было. Например, величайшая идея диктатуры пролетариата не просто не догматизировалась, а выброшена была на звалку. Поэтому это неверная оценка. Маркс стал таким телом без органов, выражаясь в терминологии делеза и гватари. Вы говорите о ком. Это ваше рассуждение, оно не на почве класса и барьев. Внутри советских ученых, среди советских ученых было две линии, можно сказать, две идеологических партии, которые между собой боролись. И если говорить о том, что делали марксисты, так марксисты отставили великие идеи Маркса и Энгельса и Ленина, а антимарксисты поворачивали в ту сторону, в которую потом им удалось свернуть и Советский Союз, разрушить его, рассесться в различных академиях и вот так оценивать потом ситуацию, которая была в советское время. Вот им тогда кажется, Маркс неуклюжен. Вот вы пишете, что вот Маркс создал громоздкую систему диалектики и выстраиваемая на ее базе предсказания. Громоздкая это вот для тех, кто не изучил капитал Маркса или изучил и не освоил диалектику и поэтому и не вполне понял. Маяковский писал, что коммунизм звучит неуклюже и узко для тех, кому коммунизм западня. Поэтому вот я думаю, что это вот ваша оценка такая, что Маркс держит читателей за дураков, так как один и тот же тезис повторяется неоднократно лишь изменением порядка слов. А у вас в трех строчках, да вы слово Маркс даже не можете написать как следует. В одном случае Маркс на одной строке, а на второй Марк, а на третий Макс. И даже русский язык, вы не знаете, не умоляет, пишите, умоляет громоздкости капитала. И еще раз, умоляет заслуг Владимира Ильича. Поэтому я должен сказать, что вот так нельзя относиться к написанию ответа на вопросы зачета. Вам не зачет, но не зачет не за те критические замечания, которые я вам сделал, а просто потому, что вы вообще не ответили на вопрос. У вас вопрос, диалектический метод, примененный к исследованию истории. Научитесь, пожалуйста, отвечать на поставленный вопрос. Ответ на него очень прост. Диалектический метод, примененный к исследованию истории, это исторический материализм. И эту мысль несколько надо было развить. И все. А вы сделали совсем не то, то есть не сделали то, что надо, не зачет. Так, Фомина Наталья Александровна, город Красногорск. За счет я поставил, но поскольку правильно определено капиталистическое производство, но два вопроса, так сказать, неувлетворительные. Производство – это процесс присвоения природой на основе определенной общественной формы и при помощи его. Природой. Не человеком, не обществом. А на самом деле производство – это процесс производства предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Субъектом является не природа, а человек. И вторая ошибка. Капитализм – форма организации общества, где часть товаров и услуг производится на предприятиях. Так и при социализме производится на предприятиях. Нет, это неправильно. Но зачет я поставил, поскольку определение капиталистического производства совершенно правильное. Зачет. Дальше. Скоркин из Москвы написал ответ на вопрос о проблеме становления партии рабочего класса в современной России. Зачет. Очень хорошая работа. Ну, звать-то его, как я не понял. А я вам давать буду, да. Так. Тангачин, Адриан Андреевич, Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок Боровский, улица Солнечная. Вопрос. Понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы, заработная плата. Замечательно. Все написано. Зачет. Азерецковский. Проблема становления партии рабочего класса в современной России. К сожалению, пока нет возможности наладить видео и аудиосвязь для участия в итоговом зачете. У нас вообще зачет итоговый и письменный, это мы, так сказать, в порядке освоения новых возможностей, вот дали возможность части товарищей выступить устно, но пока рамки времени нам этого не позволяет. Нам надо или расписание менять, или тогда количество преподавателей увеличить, но это будет связано с другими проблемами, как вы понимаете. Так. Зачет товарищу Азерецковскому. Очень хорошая работа. Родионов Алексей Николаевич. Город Белгород. Диалектика идеалистическая и материалистическая. Прекрасная работа. Зачет. Гуркин Никита Викторович из Новосибирска. Момент изменяющегося. Нечто. Видно, что звучал человек, прекрасно понимает. Зачет. Аршинов Степан Владимирович. Город Иркуст. Написал хорошую работу. Зачет, но написано. Товарное производство-производство заваров, предназначенных для обмена. Производство продуктов, предназначенных для обмена. Горкин. Вот я по порядку вам составлю. Сорокин. Сорокин. Скоркин. Потом вот так идет сверху яму. Вниз подкладывали. А, вниз. Да. Товарищу Аршинову Степану Владимировичу зачет. Уфимцев. Михаил Владимирович. Санкт-Петербург. Что такое политика. Каждый класс ведет свою борьбу и ведет тем самым свою политику. Совершенно четкое и ясное понимание. По порядку все. Берите и ставьте. Вот сверху вниз. Это я уже поставил так. Все? Крюков Павел Сергеевич. Город Москва. Вопросы преподавателям. Заметил, что в науке логики в большинстве случаев используется категория другое вместо иного. Все равно, какую используют. Да. Спасибо всем преподавателям и организаторам Красного университета, ЛЕН-ТВ, Фонда рабочей академии, Рабочей партии России за такую работу по повышению сознательности и образованности. Всех с наступающими праздниками успехов, здоровья и благополучия. И мы вас поздравляем, вам за счет, за моменты изменяющегося нечто. Казначеев, Евгений Евгеньевич, Тюмень. Диалектический метод. Человек вот выполнил такое сложное задание, которое было разослано проректором по учебной работе товарища Мордовина. На одной странице написать. Это сложная задача. Вот написать на трех, на пяти легче. А вот на одной, надо сказать, что вот этим овладел. Так, а где еще эти самые-то? Не знаю. Ведомости еще есть? Да, у меня разосли, видите? Снизу. Куда они, где-то? Кончились, что-то уже? Да. Да они не кончились, они где-то тоже были. И там были, там же их только пять было. Да нет, она вот здесь, где-то здесь вот. А там нет? Сейчас посмотрим. Здесь у меня... Вот они. Вот они. Так, товарищ Казначеев. Евгений Евгеньевич Тюмень получает зачет. Яньков Александр Юрьевич Ульяновск. Понятие капитала. Капитал – самовозрастающая стоимость. Это общее понятие капитала. И дальше он рассказывает, как она самовозрастает, за счет чего. Смирнов Михаил Андреевич. Диалектический метод, примененный к исследованию истории. Михаил Андреевич, желательно вначале писать фамилию, потому что мы не разыскивали потом. Так, вам зачет. Хорошо очень написано про истину, что это изображение живого противоречия, их сочетание в живом целом. И целью применения метода философии и истории является исследование процесса борьбы противоположностей. Товарищ Мразов Егор Александрович. Мразов? Мразов Егор Александрович, Ленинград. Товарищ Мразов получает зачет. Так, Виталий Павлович, Гиль, город Таганрог. Становление, снятие, становление. Немножко больше он одной странички сделал. Ну, в целом округленно. Достаточно. Он хорошо понимает, что такое становление и что такое снятие. Далее. Вахитов Рустам Фаритович, город Оренбург. Борьба экономическая, политическая, идеологическая, ядром которой является теоретическое единство и особенности. Очень хороший ответ, говорящий о том, что люди серьезно работают над изучением теории марксистско-ленинградской. Савельев Виталий Александрович, Красноярский край, город Сосновоборск. Тема момента становления и логика движения становления и его моментов изложена очень хорошо. Следующий. Мезенцев Андрей Юрьевич, город Берген. Понятие капитала. Показано, что это самовозрастающая стоимость, что такое товар, что такое стоимость. Все определения употребляют совершенно правильно. Зачет. Меревутца Виктор Семенович. Снятие различий реальности и отрицания. Очень хороший тоже зачет. Грамотный, философский. Санников Евгений Владиславович. Екатеринбург. Проблема становления партии рабочего класса в современной России. Зачет. Индивидуальный зачет заочного отделения. Вакула, Богдан Владимирович. Германия, город Ашафенбург. Определение, определение. Он совершенно спокойно и правильно говорит, что это качество, которое в себе в простом нечто. Сущность, находящаяся в единстве, с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. А потом он говорит, написал все правильно, Богдан Владимирович. А потом говорит, однако после просмотра роликов МВППО в голове почему-то отложилось, вероятно, просто неверно отложилось другое определение. Определение – это сущность объекта, выраженная в понятии. Сущность же – это категория вообще второго тома. А определение – это категория первого тома. Никак, не знаю, почему у вас так отложилось. Я думаю, что то, что вы написали вначале, это правильно. А вот то, что вам отложилось, если я виноват в том, что это отложилось неправильно, значит, будем считать, что это мой недостаток. Правильно ли я понимаю, что данное суждение не является определением определения, а упрощенным объяснением понятия определения? Правильно вы понимаете, зачет. Юсеф Марк Миллот, Москва. Понятие капиталистического производства. Очень ясное изложение, четкое. Свигун, Павел. Реальное содержание заработной платы и способы его повышения. Показано, что реальное содержание зарплаты – это то, что можно на эту зарплату купить. Дальше. Гришанина Артем Александрович. Город Москва. Политика. Политика – это завоевание, удержание, осуществление государственной власти. Зачет. Он спрашивает. Прошу прощения, что задаю вопрос не по зачету. Как и где подать заявление о вступлении в рабочую партию России? Ну, напишите на электронный адрес PMVD, латинский, 45, собака, mail.ru, и пришлите заявление, автобиографию и копию основных листов паспорта. И будет ваше заявление рассмотрено. Азизов Гамит Шафи Игоревич, он у нас уже выступал, мы ему поставили зачет. Он просит сообщить, что я выполняю как раз на камеру, что в Твери создан кружок любителей гегельской диалектики. Небольшая просьба, если это возможно, объявить для зрителей, тех, которые находятся в городе Твери или области, у кого есть возможности и желания, приглашение в кружок, занятия проходят каждую неделю, у всех занимающихся есть серьезный прогресс. Мы следуем методике Петербургского кружка, последовательно и основательно учимся выводить категории. Основным источником наших знаний является наука логики Гегеля. И данный телефон 8-904-00-22-64 и адрес ВКонтакте vk.com, палочка, хегель-твер. Ну, Гегель в Твери. Зачет. Бурков Сергей Сергеевич. Понятие метода. Вообще это такое сложное понятие, надо сказать, что не он один и другие вполне усвоили, что метод неотделим от содержания, и нельзя, так сказать, отдельно брать какой-то метод, который не соответствует содержанию, и содержание брать в отрыве от метода его рассмотрения. Толкачев Сергей Александрович, Нижний Новгород. Понятие у него рабочей силы, стоимость рабочей силы, заработная плата. Ну, вот так я бы сказал, четко по-военному отвечено, очень кратко, но абсолютно точно. Никаких претензий, никаких замечаний. Товарищ Морозов Алексей Федорович из Москвы отвечал на вопрос, диалектический метод, примененный к исследованию истории. И вот, в отличие от того товарища, о котором я вначале говорил, он четко написал, что такое диалектический метод. Это метод исследования, который изучает историю с истинной точки зрения, как живое противоречие, и рассматривает через применение диалектического материализма к истории. Слушатель Зимина Алла Федоровна, Иркутская область, город Усолье-Сибирское. Вопрос номер 10. Понятие капитала. Все хорошо здесь, зачет, но вот вдруг странное такое высказывание. «Приращение капитала, прибавочная стоимость, обеспечивается особенным товаром, приобретаемым капиталистом, или особенными орудиями труда, называемыми рабочей силой». Ну, капиталом можно сказать, это переменный капитал. Насчет орудий труда, все-таки человека вряд ли надо называть орудием труда. Не очень это удачно, это главная производительная сила. Корсакова Наталья Игоревна, город Хабаровск. Что такое политика? Все очень правильно написано. Область отношений между классами общества, их отношения к государству, как орудие господствующего класса. Политика есть борьба классов, и ссылается на Ленина и на другие работы. Зачет. Корсаков Артем Анатольевич, Хабаровск. Понятие капитала тоже замечательное, выверенное изложение. Мне кажется, вот эта форма, которую мы используем в письменных работах, она очень хороша. Почему? Потому что человек должен... Вот сейчас очень многие высказываются, высказывают разные мнения, говорят. А вот написать не все могут хорошо. Поэтому вот эта школа, написать кратко и правильно, она очень важная, поэтому я очень приветствую. Вот Зайцев Владимир Валентинович, город Череповец. Он отвечал на вопрос борьбы экономической, политической, идеологической, ядром которой является теоретическое. Единство и особенности. Все это аккуратно рассмотрел зачет. Власова Анна Юрьевна. Город Тверь. Моменты становления. Здесь рассматривается и прихождение, и возникновение, и снятие. И говорится, что результат снятия становления есть на личное бытие. Зачет. Все правильно. Орлова МС. Город Коломна Московской области. Ответила на вопрос третий. Понятие метода. И подчеркивает, что метод есть логическое развертывание содержания. Замечательно. Видно, что человек понимает, что такое метод. Антипова, Татьяна. Город Москва. Индивидуальный зачет. Вопрос 29. Что означает термин экономизм? И цитирует по этому поводу Ленина, что его политическая сущность сводилась к программе. Рабочим экономической, либералам политическая борьба. Никак нельзя ограничивать борьбу рабочего класса только борьбой за экономические какие-то требования. Они узкие, хотя в основе и политической борьбы лежит тоже борьба за экономические, но коренные интересы, которые связаны вообще с прекращением продажи рабочей силы и с прекращением такой ситуации, когда рабочие вынуждены продавать свои рабочие силы собственникам средств производства. Собственность должна быть у тех, кто трудится. Общественная собственность на средства производства. У Сенков. Николай Евгеньевич. Город Москва. Понятие капитала. И формулу эту использовал, которую Маркс здесь и рассмотрел превращение денег в товар, и потом превращение товара в деньги, и ту форму, которая характерна для капитала, деньги-товар, деньги-штрих, дополнительное самовозрастание капитала. Все это говорит о том, что он глубоко изучает капитал Маркса. Аршинов Степан Владимирович. Город Иркутск. Понятие капиталистического производства. Надо разобраться, он пишет, что такое товар, товарное производство и рабочие силы. И видно, что он разобрался. И цель капиталистического производства разобрал. Получение прибыли. Очень хорошо зачет. Юрий Павлович Бясов. Город Владикавказ. Становление, движение, исчезновение бытия в ничто и ничто в бытии. Моменты становления, возникновение, прихождение, возникновение, ничто, приходящее в бытие. Прихождение, бытие, переходящее в ничто. Тут не хватает одного. Надо не просто делать высказывания, а показывать, как идет превращение одной категории в другую. Тогда это будет диалектика. Если мы их вырвем только и дадим определение, это будет правильно, но не истинно. Зачет. Ефимов Артур Игоревич. Город Рига. Латвийская ССР. Зачет. Понятие метода. Очень четко написано. Дальше. Свериденков Андрей Валерьевич. Город Курган. Соотношение политики и экономики. Здесь вот, здесь какая грубая ошибка вкралась в хорошую работу товарища Свериденкова. Экономика – это базис, на котором возвышается юридическая и экономическая настройка. Вот так здорово. Экономика и есть тот базис, на котором возвышается, но не политическая, юридическая и экономическая, а политическая, юридическая и идеологическая надстройка. То есть право, идеи, политика – это все надстройка над экономическим базисом. Это вот серьезная ошибка, но я думаю, что это скорее описка. Я бы посоветовал, прежде чем отправлять нам свой ответ, его сначала прочитать. Если бы вы прочитали его, я думаю, может быть, вы это заметили бы. У меня, например, всегда бывает, когда я пишу какое-нибудь письмо в электронной почте, если я потом его прочитаю и вижу, что такое нельзя отправлять, народ хохотать будет, получит то, что я прислал. Ничего себе! Надо прочитать, исправить, потом отправлять. Шалатонов Юрий Викторович, город Вологда. Ответ на задание к зачету заочного отделения «Формальная логика и диалектика». Вот он рассматривает основные законы формальной логики, а потом переходит к тому, чем отличаются эти диалектические законы, поскольку диалектическая логика требует брать предмет его развития и самодвижения, как говорит иногда Гегель, изменений. И ленинские соответствующие положения тоже использует. Шеломенцев Василий Васильевич, город Арсеньев, Приморского края, понятие капиталистического производства. И подчеркивает он, что понятие капиталистического производства содержит в себе все предшествующие этапы развития производства. Что невозможно вполне понять сущность капиталистического производства, не рассматривая его в развитии. Это диалектический подход. Товарищ Смолькин Степан Дмитриевич, город Томск. Производственные отношения и способ производства. Способ производства. Производство человеком материальных благ на определенные ступени исторического развития общества. Ну, это можно, так сказать, человеком. И как бы за этим человеком уже нету различных форм общества. Потому что человек, он и всегда человек, и феодализм человек, капитализм человек, коммунизм человек, рвовладение тоже человек. И все-таки это вот в такой форме невозможно выразить различные информации, потому что точное определение, производство вообще, определение такое, что процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством ее. Форма общества здесь важна. Но дальше он вот выправляется, говорит, что вот способ производства обусловлен уровнем развития производительных сил и соответствующим этому уровню типом производственных отношений. То есть он эти производственные отношения берет, за счет поставить можно. И говорит потом, что такое производственные отношения, дает определение, что такое производительные силы. Вот первое выражение было не очень аккуратным. Товарищ Султанов Азер Вадимович, Азербайджан, Баку. Значение идеологической борьбы. Ну вот он пишет, что, к сожалению, участвовать в самой видеоконференции не смогу. Надеюсь, что это не послужит основанием для прекращения моего участия в данном замечательном мероприятии. Спасибо. Не послужит, потому что у нас видеоконференция по нашим условиям временным и по расписанию может занимать только известную часть нашего зачета. Основная часть нашего зачета проходит в письменной форме. Вы присылаете свои работы, мы их внимательно читаем, как люди, имеющие соответствующую квалификацию. Обращаем внимание на плюсы и замеченные минусы и выставляем оценку зачета. У нас еще будет экзамен. В экзамене вопросов может быть больше весной. И тоже мы, конечно, не в состоянии будем проводить видеоконференцию, но частично использовать ее можем. Так, если кто-то из наших слушателей придумает, как так сделать, чтобы 150 работ рассмотреть через эту призму. Дело в том, что мы на самом деле не минуту, не две тратим, а вы понимаете, что каждая из этого работы... И Александр Сергеевич Азенов прочитал. Вот ту половину, которая у него. И я все это прочитал. Поэтому зачет у нас занимает много времени. Ну, понятно, что результаты этого изучения, исследования ваших работ занимают мало времени. Чем больше мы читаем, тем короче сообщение. Особенно короткое сообщение по тем работам, которые являются блестящими. Вот товарищ Монахов Владимир Андреевич из Краснодара. Вот я даже с ним переписываюсь иногда. Он всякие вопросы задает, и где-то ему что-то непонятно. Но вот он написал блестящий ответ за счет. Прекрасно. Владимир Андреевич, я вас поздравляю. Ольга Андреевна Дружинина из Новосибирска. Это диалектика, идеалистическая и материалистическая. Она очень четко это сделала. Ленину бы понравилось. После того, как он написал материализм и перегритицизм, вот он бы сказал, что вот этот человек вполне усвоил эту противоположность и хорошо это излагает. Вообще то, что наши товарищи хорошо очень излагают, то те вопросы, в которых они разбирались, это очень важно. И я должен отметить, что по сравнению с предыдущими годами уровень вырос, и он растет постоянно. Видно, что люди и помимо Красного университета, и до поступления в Красный университет уже эти вещи изучали, а сейчас происходит некоторая шлифовка, корректировка и так далее. Нельзя сказать, что вот только сейчас люди стали изучать. Нет, они и раньше этого, видимо, интересовались и изучали. Орехов, Антон Сергеевич, Московская область, город Пущино. Пример применения диалектического метода. Он взял, например, такой вопрос, были ли казаки в СССР, и стал рассматривать с точки зрения формальной логики вроде то ли о них. Во-первых, они есть, потому что ходят всякие казачьи у нас там, и в форме ходят, и так далее. Во-вторых, их нет, потому что это не те казаки. А если диалектически взять, то он говорит, что есть какие-то моменты, которые свидетельствуют о том, что это не совсем уже ничто, а есть такие моменты, которые говорят о том, что оно уже приходящее. Что означает термин экономизм? Шпергазе, Дмитрий Львович. Он отметил здесь, что вот эти самые экономисты выступают против диктатуры пролетариата. То есть они вроде как экономисты, они за рабочих. Ну, дескать, вы рабочие далеко не заглядываете. Вот ваше дело, так сказать, выбить себе какую-нибудь копейку на рубль, и все до этого. А ведь на самом деле эта экономическая борьба должна быть доведена до чего? До того, чтобы не надо было продавать свою рабочую силу. А когда ее не надо будет продавать? Ну, когда собственность будет общественная, на все средства производства. И тогда исчезнут прибавочные продукты, прибавочный труд, исчезнет эксплуатация, и будет социализм, как низшая фаза коммунизма. Афанасьев, Вадим, Тверская область, город Ржев. Моменты изменяющегося нечто. Зачет очень хорошую, прислал работу. Единственное, у меня был недостаток, или замечание мое, которое было, что неясно было, что за работа. И я должен был прислать нашему проректору письмо, сказать, работу получил, но кто прислал ее? Анонимка. Не написано, не указано. Ну и он тогда через систему обучения СДО, он выяснил, нашел фамилию, имя, но у меня просьба все-таки писать. Если вы пишете, так сказать, указываете фамилию, имя, откуда, отчество. Так, Георгий Константинович Андреев из Праги прислал нам письмецо. Ответ на вопрос понятия капиталистического производства к зачету. И вот написано, производство – это процесс активного преобразования людьми природы с целью создания материальных условий для своего существования. Должен вам сказать, товарищ Георгий Константинович, что это не определение производства, это определение труда. Вот труд – это целесообразная деятельность по производству, по выпуску материальных благ. А производство – это другой процесс, в котором указывается на его общественную форму. А у вас общественной формы нету, так сказать, просто так. Люди какие-то что-то сидят, делают, или ходят, делают, нагибаются, делают. Производство – это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством ее. И это преобразование идет и тогда, когда труд не применяется. Например, сейчас зимой, а зимы и растут, они посажены, труд не применяется, а производство идет. Вторая ошибка – вся совокупность производства – это производительные силы общества. Это неправильно. Производительные силы общества – это работники и средства производства. А вот вместе с производственными отношениями дают способ производства. А вот дальше хороший, так сказать, ответ на то, что такое капиталистическое производство. Видно, что главное, вы усвоили, что капиталистическое производство – это товарное производство на высшей ступени его развития, когда рабочая сила становится товаром. Замечательно. Вопросы профессору Попову насчет того, вот если рабочий приобретает акции предприятий, становятся они сособственниками средств производства, то есть капиталистами. Сособственниками они становятся, а капиталистами – нет. Потому что, чтобы определить, кто есть кто, надо определить его основную функцию. И они в основном наемные рабочие. А их как бы подключают к этому. Вот, дескать, вот вам три акции, и вы тоже собственник. Вы тоже капиталист. Только мы вас будем эксплуатировать, а вы будете думать, что вы с нами равны. У одних миллиарды, а у других гроши. Поэтому для этого, например, сделали приватизацию жилья. Мне заводы и фабрики, у меня миллиарды, а вам вот квартирка однокомнатная или двухкомнатная. Значит, и вы собственницы, и я собственник. Все мы собственники. Поэтому что вы выступаете против? Вы же взяли эту приватизацию, провели. Будьте здоровы. Вот и сидите своей приватизацией. Так что это втягивание, такой прием, приобщение, как вот все делают преступники, как можно больше людей запутать в это преступление, тогда никто не будет наказывать. Ну вот я должен доложить, Александр Сергеевич, вам, как ведущему протоколу нашего заседания, что я свою часть сделал и буду теперь ввести протокол вместо вас. Так, ну у меня, значит, слушатель Леньков Сергея Павловича из Краснодарского края, город Гулькевич. Александр Сергеевич, как? Леньков? Ленько. Ленько. Его вопрос, в чем интересы рабочего голоса? Ага. Ну и надо сказать, что он довольно грамотно формулирует вопросы, вернее, ответы, вот, и говорит, что коренной интерес рабочего класса в уничтожении классов, в формировании без класса общества. В завершении таким обобщением. Ну и, в общем, конечно, это правильно. Можно зачесть. Ленько? Сергей Павлович. Сергей Павлович. Так. Алишаев Вячеслав Сергеевич, УФА. Вопрос. Пример применения диалектического метода. Ну и он сначала, значит, дает определение метода, правда, несколько упрощенное, но говорит, что, в общем, сводится метод, значит, к трём диалектическим законам, закон единства и борьбы противоположности, перехода количественных изменений в качественные, закон отрицания-отрицания, и потом рассматривает это на примере, значит, как движется изменение воды с повышением или с понижением её температуры. Ну, надо сказать, что вопрос, он такой избитый, и много раз повторялся, во многих учебниках копирует Тенгельса. Вот. Но, тем не менее, всё рассмотрел правильно, можно поставить зачёт. Беляев, Марат, город Москва. Проблема становления партии рабочего класса в современной России. Ну, и надо сказать, что чувствуется, что он думал над этим вопросом. Вот. Но больше у него такой критики, что и плача по поводу того, что вот нет у нас рабочего класса, что необходимо вложить огромные усилия в дело пропаганды марсизма, ленинизма и агитации рабочих в конце. Но он возглавит это движение. Да. Я правильно понял? Да, да. Нам рекомендует, ведущим теоретикам и пропагандистам марсизма, а также сознательным рабочим предстоит очень сложный путь в становлении рабочего класса. То есть, вся эта установка и вывод, в общем-то, конечно, правильные. Хотя, ну, можно было бы поконкретней проанализировать ситуацию с этим у нас. Зачет, да? Зачтено, да. Угу. Так. Значит, Дульский Дмитрий Михайлович, город Лысьво, Пермского края. Вопрос у него, что означает экономизм? Ну, и надо сказать, что вот этот вопрос многие выбрали и, в общем, значит, на него правильно отвечают. Почему? Потому что это пример, этот проблем и понятие много раз разбирались, много кое-где описано, поэтому, как правило, его освещают правильно. Не буду больше у других останавливаться. Крымов Николай Павлович, Стоголем. Что означает термин экономизм? Ну, то же самое, значит, правильно, но это простой такой вопрос. Мир Гиезтинов, Шухарат Жамал Динович. Вопрос, что такое политика? Ну, и надо сказать, что он разобрался в вопросах, разобрался в политике, даёт правильное определение, в том числе диктатуры полистрята. Вот. Немножко есть у него сложности с русским языком, но я думаю, что это вполне поправимо. Так что он на правильном пути можно поставить за стену. Тетюхин Юрий Анатольевич, город Дзержинск, Новгородской области. У него вопрос момента, изменяющегося нечто. Ну, и вот многие грешат этим. Значит, длинным вступлением, начиная там с чистого бытия, и, наконец, теперь рассмотрим не само нечто. Значит, вопрос простой, изменяющееся нечто, и даже не само, а его моменты. Вот. Но идёт большое такое введение, значит, во второй половине где-то начинаются моменты, поскольку моменты нечто, вы не части его, и они не раздельны в одном нечто, то эти моменты одного и того же значит, составляют нечто нерадельное. Ну, и идёт анализ. Анализ, в общем, правильный. Но надо сказать, что, значит, не за... Это фамилия? Тетюхин Юрий Анатольевич Дзержинск. Но надо сказать, что, значит, ну, есть такие моменты, значит, следовательно, в изменяющемся нечто есть три момента. В себе бытие, в бытие длинного и в нём бытие или в. Значит, делаются ударения на «вы», да? В себе или в нём. Но не само какое-то отдельное «вы», в кавычках, тем более. Ну, и, конечно, лучше было бы сделать какой-то вывод. Тем не менее, всё грамотно, зачтено, поставить можно товарищу Тетюхину. Бахрам Алибек Сакенович, Казахстан. Бахрам Алибек Сакенович, Казахстан. Он пишет ещё по-старому. Казахская СССР. Город Чемкент. Но он верит в будущее. Да. Значит, формы классовой борьбы. Он кратко, чётко по существу рассматривает их, понятия, которые сюда относятся, и верно ставит вопрос о диктатуре пролетариата. Другое только, что как-то он разделяет власть рабочего класса. Значит, цель политической борьбы пролетариата – установление власти рабочего класса. Точка. Достигнуть этой цели можно посредством диктатуры пролетариата. Диктатуры Советов Рабочек и Критерных Депутатов. Значит, установление власти рабочего класса – Установление диктатуры пролетариата, а формой этой диктатуры является Совет Рабочих и Крестьянских депутатов или Рабочих и Крестьянских депутатов, то есть чуть-чуть недорефлексировано, но за стену поставить можно. Егор Сорокин, Москва, говорит, что отсутствует работа к семинару «Диолетика как металлогия марксизма». И, конечно, это не очень, надо было бы ее прислать, но, судя по вот этой отчетной работе, значит, он в вопросах разобрался, отвечает на вопрос номер 9 об общей тенденции проявления труда и влияние цены на продолжительность рабочего времени, значит, с вопросом этим, в общем, разобрался. Поэтому можно поставить за стену. Дмитрий Ронин не говорит, откуда он, вопрос у него, проблема становления партий рабочего класса в современных условиях. Значит, вот он правильно говорит, рабочий класс – это промышленное ядро пролетариата, прогрессивного класса, реализация интересов, которые возможны только через рождение всего человечества от эксплуатации. В конечном счете, да, но началась история с Россией. Значит, что такое партия и проблемы, которые есть сейчас тоже. Но в то же время говорит, что так или иначе партия становится и будет создана без партии, рабочий класс не может разрешить своих вопросов. Складчиков Иван Владимирович не пишет, откуда. Вопрос у него – формальная логика и диалектика. Логика как наука изучает методы достижения истины в процессе познания посредственным путем. Не чувственного опыта. Чувственный опыт – это значит тоже знание. И чувственный опыт предполагает и логику, и обладение уже формами познания. Почему опыта? Что результаты опыта мы тоже выражаем в понятиях. Да, ну и он хорошо говорит и диалектический метод, дает его определение, и в то же время вспоминает марксовские замечания по методу Гегеля. Тоже очень хорошо и полезно. Фролов Петр Александрович, Санкт-Петербург. Вопрос 30. Насущные коренные интересы рабочего класса. Значит, правильно их разделяет, правильно формулирует. Говорит, также коренные и насущные интересы различаются по методам их достижений. Хорошо формулировать, мне понравилось. Если удовлетворение насущных интересов можно достигнуть при помощи забастовок, статик, правосудистой работы, то коренные интересы недостижимы без создания рабочей партии, без получения достижения политической власти и установления диктатуры Батриата в форме Совета. Вот как-то фактически в одном предложении очень емкую такую формулу сделал. Зачтено. Нестерчук Алексей Александрович, город Омск. Вопрос формальная логика и диалектика. Значит, вот он вспомнил форму мышления. Мы их здесь специально не изучали, хотя я в какой-то ситуации называл. И он их воспроизводит. Но в то же время диалектика. А диалектику он как-то несколько сужает. С одной стороны, говорит, выделяет главные моменты диалектики, что диалектика – это учение о единственной борьбе противоположностей. Но это правильно, и Ленин этот пункт вычленял в качестве главного. Но, тем не менее, диалектика к этому не сводится, конечно. И, мол, заключает в себе два принципа. Ну, и тем более, что не сводится она к двум принципам. Поэтому здесь у него некоторая еще недоработка, некоторое недопонимание. Но я думаю, что… В общем, видно, что он работает, и я думаю, что этот недостаток будет исчерпан. Зачтено сейчас поставить можно. Матвиенко Роман просит не называть страну, откуда он пишет. Мой адрес ни дома, ни улица. Мой адрес – Союз. Значит, вопрос у него, что означает. Он не скрывает, но сегодня набирает популярность одна из родновидностей рабочего движения – экономизм. А, ну да, об экономизме я говорил. И он также, значит, ну, в общем-то, правильно рассказывает. Вопрос этот относительно простой. Вот поэтому можно поставить зачтено. Крутилин Пётр Вячеславович Улан-Удэ. Вопрос. Качественное и набытье, и граница. Это уже тут самый край, я чувствую. Хорошо. Изучение в рамках нашего университета и набытье, и граница. Качественные и набытье, и граница. И надо сказать, что, несмотря на то, что это такой довольно сложный вопрос, вот он на него дает, в общем, ответ правильный. Ну, вот он, как и многие, рассматривая иное, не выделяет в нём изменяющиеся и тождественные, а как-то сразу их берёт. То есть он помнит это и сразу берёт, что есть вот нечто, а есть вот иное. Вот, рассмотрел правильно, сделал вывод, рассмотрел определение, поэтому можно поставить «Зачтено». Павлюченко Александр Владимирович, город Минск. То есть, видите, география широкая. Вопрос формы классовой борьбы. Единственным методом политической борьбы является революция. То есть, правильно всё рассматривает, но вот здесь он как-то усиливает, что единственным методом политической борьбы является революция. Революция – это самый острый, значит, высший форм классовой борьбы. До него ещё надо дорасти через овладение многими формами классовой борьбы. Я уж не говорю о том, что… Создание Советов, например. Да, я уж не говорю о том, что всякая классовая борьба вообще-то является политической борьбой. Но, в том числе, в некоторых аспектах, сама экономическая борьба выходит на политическую уровень. Вот, например, когда мы боролись за трудовой кодекс, проект которого был создан фондом рабочей академики. То есть, борьба за закон, за государственный закон – это и есть политическая борьба, хотя вопрос экономический, но он всеобщеэкономический. Классовый, поэтому политический. Поэтому и политический. Но вопрос… Но зачёт можно поставить. Так, Борискин Валерий Николаевич. Значит, посёлок городского типа Шилова, Рязанская область. Моменты изменяющегося нечто. Но тоже. Значит, это уже довольно сложные категории. Надо сказать, что вот он в ней тоже разобрался. Вот только, мне кажется, так пробегает он иное. Сразу у него иное-иновое есть иное, равное саму себе неизменно. Это правильно. И второе – иное-иновое есть иное, другое, неравное саму себе. Это тоже правильно. Но дело не в том, чтобы назвать это. Дело не в том, чтобы эти краски все вспомнить по памяти. А дело в том, чтобы это логическое движение показать, как одни определения переходят в другие. Тут как раз это очень богатый такой момент в богатой категории. Значит, можно поставить за стену. Борискин, Борис Николаевич, Мехнёв, Сергей Леонидович, город Рига, видите, как все подряд идут. Киев, Минск, Рига, Казахстан, вот так что было. Азербайджан. Азербайджан, Михаил Васильевич. Германия. Дилектический, Швеция. Дилектический метод, примененный к исследованию истории. Тоже, значит, вот, видимо, та же, значит, слабость, но он молодец, что все-таки формулирует это, что в широком значении применение диалектического метода к истории дает исторический материализм, разработанный Марксом и Энгельсом. Вот, ну и надо сказать, что удачно расшифровывает это. Можно поставить, и нужно даже поставить за чтенок. Михнёв, Сергей Леонидович. Рыбакина, Светлана Валентиновна, город Тольятти. Дилектический метод у неё. Вопрос. Рыбакина? Рыбакина, Светлана Валентиновна. Угу. Дилектический метод. То есть она, в общем, о нём рассказала всё достаточно подробно. И мне понравилось, что у неё, значит, формулировка понятия метода, определение понятия метода у неё в самом конце, как вы, в это рассмотрение. И вот мне только хотелось бы ей пожелать, значит, соднести дилектический метод с предшествующим, устаревшим метафизическим методом, который мы ещё пользуемся и используем, а некоторые до него ещё не доросли. Можно поставить за стену? Гринюк, Дмитрий Леонидович, Республика Беларусь, город Пинск. Вопрос. Гринюк, Дмитрий Леонидович. Гринюк, Дмитрий Леонидович. Угу. Вопрос становления, снятия становления. Ну вот он молодец, сразу начинается определение. Движение, исчезнение, бытие, ничто и ничто в бытие, называется становлением. И рассматривает, значит, это становление, значит, рассматривает излишне подробно, чистое бытие, ничто. Вас же спрашивают снятие становления, то есть, ну, последнюю такую, последнюю, как бы, стадию рассмотрения. Надо было и рассмотреть это снятие. Вот, но он... Вам не угодишь. Да, становление содержит, следовательно, два движения в одном, два противоположных движения в одном движении. У Гегельна показано, что это неотделимые друг от друга противоположные движения в одном. Это моменты, это вы уже сказали тогда, сразу. И вот здесь дошли, наконец, где-то уже в конце, что переход, бытие, ничто в ничто, называется прихождением, а движение перехода ничто в ничто, а переход ничто в бытие, в возникновение. Это вот начинается, так сказать, снятие становления. Но всё-таки он до него доходит и говорит, что бытие, полученное как результат снятия становления, называется наличное бытие. Очень правильно. Надо поставить зачтено. Гринюк, Дмитрий Верякович. И поставим. Воротилин Константин Анатольевич. Город не называет свой, видимо, секретный. Вопрос у него тоже на такое же становление, снятие становления. Ну и, можно сказать, что ошибки примерно те же, но вывод точно так же правильный. Наличное бытие есть, а результат снятия становления. Значит, вот у него больше, это вот рассказ о становлении, не движение становления, не сказывание сказки, а это рассказ про сказку, скажем, колобок. Можно рассказать о колобке, и это все знают, умеют. А вот сказку сказать не все скажут. Поэтому надо тренироваться, учиться. Воротили. Можно к вам мне пойти на учёбу? Да, Михаил Васильевич, приходите. Пора, пора. Приходите. Так, кто там? Михайловский Юрий Анатольевич, да? Да. Михайловский? Михайловский Юрий Анатольевич. Я вам рассказал свою статью об алгоритмической сказке. Да. И там привожу для анализа лису и заяц. Нет, это я ещё не дошёл до этого. Я вам посылал, почитайте. Я читал, да. Очень интересно. Понятие это. Товарищ Михайловский, он решил план перевыполнить, и ответил не на один вопрос, а на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь вопросов. Но это вот в той же стилистике. То есть дал определение и считает, что вопросы щерпали. Хотя много раз мы говорили об определении. Что, конечно, это важнейшее определение. Но это только начало. Нужно хотя бы или раскрыть понятие, которое входит в определение, или какой-то комментарий, связь с другими определениями. Выведение, да, или ещё что-нибудь такое. А чисто определение – дефиниция. Ну, это важно. Но это только начало. Есть вот, говорят, спор о дефинициях. Важно определить вначале. Или важно понимать, что мы под чем-то понимаем одно и то же. Или наоборот, что у нас, скажем там, с КПРФ разные определения понятий. И нужно чётко себе понимать, что разные определения. Но они только начало. Потом из этого определения развивается теория. Понятие – это свёрнутая теория. Значит, это последний пункт. Край. Значит, и он требует развития. И, конечно, лучше развернуть всю теорию. То есть, через всё понятие мы определим предмет. Так это зачёт, а как раз теория будет развернута к экзамену. Вот, будем надеяться, что да. Он полностью развернутый. То есть, теория – это и есть полное определение, как вот предмет. Поэтому поставить ему за чтену надо. Ну, вот пожелать, что не уходите, с одной стороны, в 10 вопросов, а с другой стороны, сосредоточиться на одном по существу. Сергей Васильевич Лебедев, город Ловня Московской области. Вообще, надо сказать, что Московской области и Москвы нынче очень много. Что-то, видимо, в Москве там дефицит учреждений такого серьёзного совеста. Поэтому московские товарищи, вот, многие ориентируются на Петербург. Нет, они на Ленинград ориентируются. А, вот, да, один даже написал на Ленинград. Не Петербург, а Ленинград. Бушин, если ему пошлёшь, Владимира Сергеевича, Петербург, он письмо читать не будет. Проблема становления партии рабочего класса в современной России. Ну, и надо сказать, что вот он так это чётко ставит именно как проблему. Говорит, что идёт становление, медленное оно идёт. Партия должна осознать экономические и политические интересы класса. Он участвует в сознании? Внести сознание в рабочий класс, организовать рабочий класс. Не знаю я, участвует ли, но вот он делает ссылку на работу Ленина о профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках товарища Троцкого. Это он вам рассказал, как создать партию рабочего класса. Да, 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 учится так, что за стеной ему поставить надо Лебедева. Романов Михаил Владимирович, город Москва опять, видите, производственные отношения и способ производства. Значит, грамотно он раскрывает и производственные отношения, и способ производства, и говорит, что в конце производственные отношения и производительные силы в совокупности образуются способ производства. Это правильно. Поэтому за счётом он поставить надо. Болгазин Денис Алексеевич, республика Хакасия, город Абакан. Вопрос номер один. Понятие капитала. Ну, этот вопрос, мне кажется, тоже он такой достаточно и простой, с одной стороны. С другой стороны, мы о нём много говорим, поэтому всё изложено чётко. Заслуживает оценки за чтено, и я уверяю, что и дальше он будет успешно его изучать. Турецких Наталья Викторовна, город Тамбов. Моменты изменяющегося нечто. Значит, у неё стоит за чтено, и так отмечено у меня плюсом, что она всё сделала правильно, всё рассмотрела правильно. Поэтому можно поставить за чтено. Тоже становление, снятие становления. Киселёв, Денис Викторович, город Москва. Вот в Москве ещё там много. Не хотят забрать власть. Калмель революции был Ленинград. Да. Петроград. Становление, снятие становления. Значит, и те же достоинства, и те же недостатки. Поэтому также можно поставить за чтено. Козловский Алексей Михайлович, город Москва. А, у него два города. Город Москва и город Эдмонтон. Это я не знаю, где это Эдмонтон. Значит, и он два вопроса осветил. Но, значит, как-то кратко. И надо сказать, что моменты изменяющиеся нечто у него так повисли в воздухе. Как бы не завершились в чём-то, не завершились в определении. Мне кажется, это не совсем так. Но поскольку всё-таки чувствуется, что он знакомый, знает это движение, можно поставить за чтено. Он два знакомых. Нет, знакомые с этими категориями, с этим движением. Квон, Дмитрий Сергеевич, Казахстан, Алма-Аты. Вот это уже второй товарищ из Алма-Аты. Понятие метода. Ну и тоже, поскольку мы о методе много говорим, он, значит, к этому и прослушал много, и отнёсся серьёзно. И надо сказать, что цитирует Гегеля. Причём такая цитата, которую мы редко используем. Казёна, а не цитирует? Казёна вот не цитирует. Не зачёт. Казёна вот-то не обязательно цитирует. Казёна зачёт. Не классика ещё. Да, поэтому можно поставить за чтено. Молодец. Прокушин, Дмитрий Павлович, Тамбов. Снятие различий реальности и отрицание. Да, вот это первый раз, по-моему, попадает. И надо сказать, что вот вроде он знаком с этим материалом. Но опять-таки, особенно у него это заметно, что, значит, он их накидывает, как мазки определения на полотно. Рассказывает нам, что вот есть и то, есть и другое. Правильная последовательность, всё это хорошо. Нет логического движения. Но я-то думаю, что вот так вот за один семестр усвоить вот эту и передать, значит, логику и переходы, значит, дело практически невозможное. Преподаватели слабые. Только здесь за счёт того, что Михаил Васильевич, у нас большой ас, он сам теперь уже издаёт. Нет, это как раз Михаил Васильевич виноват, если выводят слова. Это он не виноват, я говорю, это предмет трудный такой. Да и слабые преподаватели. И только благодаря Михаилу Васильевичу всё-таки, значит, успехи большие. Большие, я считаю, есть у нас. Поэтому вот надо стремиться схватить эту логику и попытаться её в мыслях, в категориях выражать, логически выражать, в выводах. Поэтому зачёт-то, я думаю, что поставить ему можно. Если вы так считаете, то поставим. Вы не против? Нет. На славу. Тололушкин, Евгений. Тололушкин, Евгений, Нижний Новгород. Понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы, заработная плата. Да, ну и надо сказать, что у многих этот вопрос. И там я наткнусь на неправильные вариации, вот. А у него, вот он правильно говорит, сначала, заработная плата – это цена рабочей силы. А некоторые заработная плата – это денежные выражения, стоимость рабочей силы. Это соединение вместе два разных определения и получается… Почему разных, это две формы одного видовода, высказывания. Да. Денежное выражение, стоимость – это цена. Да, но это тогда получается, что, значит, каждая заработная плата – есть выражение стоимости. Конечно. А это не так. Большинство народа стоимость не получает. Не надо трактовать. Да, не надо трактовать. Просто можно сказать цена, можно сказать денежное выражение стоимости. То есть, включить сюда определение цены в это высказывание и всё. Когда вы говорите, что это заработная плата, денежное выражение стоимости, то вам дали три копейки, говорят, это ваше денежное выражение, стоимости вашей. А это не так. Стоимость рабочей силы. Поэтому лучше сказать, значит, заработная плата – это цена рабочей силы. Цена – это денежное… Потом, цена – это денежное выражение стоимости. И мы понимаем, о чём идёт речь. То есть, не надо соединять здесь разные определения. Конечно, лучше разделить. Лучше. Сразу в одно стол. Да. И вот он разделяет, и это, мне кажется, очень хорошо. И, конечно, шедевр у него, что он приводит, значит, исчисление стоимости рабочей силы. Значит, для Нижнего Новгорода. Это он молодец. Это осталось себе, значит, надо будет не просто так. Да, надо будет отметить, смотреть. Хромцов Максим Альцанович, город Череповец. Диалектика идеалистическая и материалистическая. Значит, как-то он в основном и свёл разговор к материи, что материя – это единая. Правда, что сознание – это только свойство высокоорганизованной материи. Значит, материалист. Да, материалист. И в этом смысле ссылается на Фейербаха Маркса и Энгельса. И в этом смысле зачтено ему поставить можно, но пожелать, значит, поконкретнее разобраться в этом вопросе. Глазунов Евгений Сергеевич, Москва. Формальная логика и диалектика. Именно этим формальная логика отличается от диалектики. Она избегает противоречий. Значит, она не избегает противоречий. И в жизни она их устанавливает. Аристотель – большой мастер. Их разрешение. Но она запрещает противоречия. Но она запрещает противоречия логические. И так и мы запрещаем противоречия логические. Диалектика, она не нарушает законов формальной логики. Значит, одно дело – противоречия жизненные, которые жизнь снимает. И мы выражаем это снятие в мышлении. А другое дело – противоречия, как недостатки мышления у некоторых конкретных людей. Не такие противоречия они Аристотелям запрещаются. И нам не запрещаются. Но молодец все равно, товарищ Глазунов. Можно поставить за чтеном. Так, Майоров Антон Валерьевич, Казань. Ответ на вопрос за счет формальной логики и диалектика. Значит, цель логики – получить истинные знания предмета. Но истинные знания предметы получают с помощью логики, но получают какие-то конкретные науках, получают конкретные предметы. Физика, химических истинных знаний, биология, биологических знаний. Это не цель логики, это человек. И так далее. Это не цель логики. Да. Вот. Поэтому лучше вот так сказать. Исторически первый возникла формальная логика в произведениях Аристотеля. Метафизика. Значит, ну, надо сказать, что если уж речь идет о логике именно, то у него по логике специально написано несколько работ, но не метафизика. Метафизика – категория больше. А кроме этого у него есть аналитика. И там основная часть формальной логики – категории. Александр Сергеевич. Да-да-да. Девять-двадцать. Поэтому можно поставить «Зачтено». У Сенков, или Усенков, Николай Евгеньевич, город Москва, понятие капитала. Капитал – это самая взрастающая стоимость. Ну, то есть, несколько работ были. Это простая. Он справился с этой хорошо. Вот я даже отметил специальным значком. Надо поставить «Зачтено». Гуля-Эр-Лангфи-Ельт. Нет места, откуда она. Лангфи-Ельт. Да, Лангфи-Ельт. Вопрос. Понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы, заработная плата. Ну, и она молодец, разобралась в вопросе, выяснила потребительную стоимость рабочей силы. Ну, и вопрос раскрыла хорошо. Надо поставить «Зачтено». Котов Максим, опять Москва. Понятие капитала точно так же. Вот отметил я даже двумя значками хорошо. Подробно рассмотрел. Два зачета ему поставили. Да, и формула обращения поздравляет нас с наступающим Нового года, желает вам всем всего самого наилучшего, и пусть идея построения бескласса общества вновь через ваш самоотверженный труд и нашу учебу овладеет массами. Из искрива сгорится пламя. То есть тут, я смотрю, он просто призывает, так сказать, нас и сам готов участвовать даже в этом деле. Пётр Анатольевич Силин, Алтайский край. Насущные и коренные интересы рабочего класса. Значит, хорошо он усвоил этот вопрос. Ссылается на Ленина. Подробно его рассмотрел. Единственное, что ссылки он делает, но здесь они не отражены. Видимо, не увестились на двух листах, а третьего здесь нет. Поэтому, конечно, надо ему поставить зачтено. Таким образом, дорогие товарищи, наш зачёт завершился успешно. Основная часть его сдала. Два товарища не сдали сегодня и в прошлую среду. Показали, мне кажется, хорошие знания. Мы удовлетворены. Получили большое удовольствие от общения устного и от чтения работ. И надо сказать, что вот эту учёбу в первом семестре, её цель и задачи мы выполнили. И я думаю, что есть хорошие такие предпосылки для более эффективной, ещё и более плодотворной учёбы в следующем году. Рады мы, что большая география теперь наших слушателей, она уже теперь не умещается в границе России, вышла за границей России. Значит, в Европу, в европейские страны. В пролетарии всех стран соединяются. А некоторые выражают даже готовность участвовать в этой работе. Поэтому мы вас поздравляем с наступающим Новым Годом. Желаем вам ещё более плодотворной учёбы в следующем семестре и успешно сдать выпускной экзамен, который у нас будет в конце мая. Спасибо, до свидания. У вас, Михаил Васильевич, два слова. Ну, я скажу два слова. Поскольку выпускной экзамен более высокая форма, чем зачёт, поэтому не возбраняется начать уже сейчас готовить свой ответ на выпускном экзамене. Почему? Потому что понять, как говорил Гегель, это выразить в понятиях. Поэтому одно дело слушать лекции, читать книги, а другое дело пытаться выражать. Поэтому вот те письменные работы, которые мы получили, они говорят о том, что наши товарищи умеют выражать в понятиях свои мысли. Но эта задача, выражать в понятиях свои мысли, она такова, что можно в ней совершенствоваться и дальше. Тем более, что нужно в одну страницу уложить и понимание, и правильное определение. И главное, на что обращал внимание Александр Сергеевич, это выведение одних категорий из других. Вот так, чтобы это движение, которым занимается диалектика, было бы отражено и в движении понятий. В том числе и в движении понятий, которые будут присутствовать в ваших экзаменационных ответах. Мы тоже в какой-то мере во время экзамена, я думаю, очень ограниченных, может быть, меньше, чем сегодня получилось. В меньших границах с кем-то сможем мы связаться и послушать. Но главная наша форма — это самостоятельные письменные работы, анализом которых занимаются у нас квалифицированные преподаватели. С Новым годом, новых успехов, в Новом году! Редактор субтитров А.Семкин